Владимир Фисенко, политолог с нами на связи. Владимир Вячеславович, рады вас видеть. Добрый вечер. Да, ну, наверное, тут не идет речи о полном, да, как мы говорим, капслейт тот или иной человек другого. Все-таки тут есть свои особенные закономерности. Действительно, вот если мы говорим о том, что под покровом ночи, да, вот Путин приезжает там в ряд населенных пунктов, помним, да, как и Мариуполь приезжал в прошлом еще году. Вот сейчас вот эти все поездки связанные. Вы бы к чему их приурочили? Это все-таки уже с такими процессами передвыборного характера? Либо же, ну, это вот прозвучало в нашем материале поближе к людям. Но на самом деле это приурочено к каким-то определенным процессам. Либо же вот действительно просто показать, я с вами, дорогие мои, и тут так, гой, да давайте здесь в узком кругу крикнем, а потом я снова выйду на площадь. Либо же все-таки, ну, здесь на самом деле не стоит ничего такого искать. Это абсолютно просто вот такая вот пиарная кампания, связанная с теми выборными процессами, которые уже вот грядут в самой России. Постепенно избирательная кампания в России начинается. Хотя я постоянно читаю, вот российские комментаторы то или иное событие говорят, вот это начало избирательной кампании. Сколько уже этих начал было? Что касается поездки в Ростов, вот в штаб той группировки российской армии, точнее, практически всей боеспособной части российской армии, которая ведет войну против Украины, то это демонстрация того, что Путин все-таки является главнокомандующим. Хотя, ну, видно было, что это действительно пиар-акция, просто демонстрация, визуальная демонстрация того, что Путин отдает указания Герасимову, который и начальник генштаба, и одновременно руководитель этой военной, специальной военной операции. Но главный командующий – это сам Путин. Вот это надо было показать, картинку надо было показать. Вот в этом была главная функция. Что касается копирования поведения Зеленского, ну, в каких-то эпизодах, да, это очень заметно. Но почему это произошло? И это начало происходить еще в будущем году. Потому что в России, даже в прокремлевских кругах, даже среди так называемых военкоров и вообще в этой так называемой партии войны стало появляться недоумение. Еще летом прошлого года и позднее. Ну, как же это так? Украинский президент ездит на фронт, встречается с военными. Он показывает, что он постоянно в гуще событий. Он не боится бывать на фронте, не боится бывать при фронтовых городах. А Путин ни разу не побывал. Вот эта критика, эти вопросы, собственно, и побудили Кремль с большим опозданием. Но тоже показать, что вот Путин тоже может, что он тоже бывает на так называемых новых территориях, что он общается с военными. То есть в Кремле вынуждены были показать, что Путин якобы не хуже Зеленского. Хотя мы же видим принципиальную разницу. Во-первых, частота поездок нашего президента на фронты, их прифронтовые регионы, это постоянно происходит, каждый месяц, регулярно. У Путина это эпизодически. И то, действительно, как вы правильно заметили, под покровом ночи. И это очень похоже не на реальную работу, когда действительно в каждодневном режиме выполняются обязанности Верховного Главнокомандующего, а это скорее вот такая пиар-демонстрация своим же сторонникам, что вот Путин на месте, Путин занимается тем, что нужно. Но я просто приведу еще один такой пример, вот чем Путин занимается. Песков, когда проводит, пресс-секретарь Путина, когда проводит бритинги для журналистов, он постоянно использует одну и ту же фразу, что Путин занят будничными делами. Какими он не уточняет? Или рутинной работой. Вот он постоянно чем-то занят. А чем занят? Где занят? Непонятно. Вот по Зелевскому мы видим каждый день, он каждый день отчитывается, что было сделано в этот день, с кем он встречался, какая работа была проведена. И мы видим даже, особенно вот в первый год войны было просто заметно всем, я это и сам видел, и вот журналисты это отмечали, ну что вот эта печать усталости, напряжение войны, вот это просто было заметно по нему визуально. А Путин мы видим совсем другое состояние. Правда, много слухов о том, что часто двойника используют, но это отдельная тема. Но мы видим, что Путин ведет совершенно себя по-иному. И это человек, который живет в параллельной реальности. Это тоже, кстати, проявляется и в отдельных его заявлениях и действиях. Владимир Вячеславович, если говорить о предвыборной кампании Путина, очень интересная тенденция получается. Он делает вид, опять же, как в Советском Союзе, собственно, или как в постсоветского Союза время, когда раньше там было популярно дарить гречку, красить лавочки, много обещаний предоставлять. Тут Путин делает постоянно рукопожатие, со всеми обнимается, несмотря на то, что даже, по-моему, он Макрона встречал за длинным столом в Кремле. То есть какая-то такая непонятная история, получается, с незнакомыми людьми на улице он обнимается, а с Макроном выставляет огромный стол. Но не об этом. А какой смысл вообще вот этой популистической публичности, если в Российской Федерации выбора-то нет? Ну, просто выбора без выбора. Ну, кстати, приведу пример по поводу вот этой публичности. Был же очень большой перерыв, когда вот не было таких вот публичных. Даже в Мариуполь, да, был, скажем так, заезд. Опять-таки, некоторые комментаторы говорят, что это был двойник. Реальный Путин не рискнул этого делать. Но ночью была организована массовка из нескольких пенсионеров, но массовых встреч не было. А вот массовую встречу устроили в Дагестане. И это действительно вот многие посчитали такой тренировкой для будущей избирательной кампании. Потом это было после Пригожинского мятежа. Надо было показать сомневающимся, что вот как Путина любят, как его обожают, какой взрыв почитания Путина происходит на улице. Ну, и для этого избрали, конечно, Южную Мусульманскую Республику. Там это легче было организовать, хотя там масса своих социальных проблем. Но организовали такой действительно пиар-спектакль. Хотя перед этим, вот тоже почему вызывают сомнения эти встречи и почему так много слухов о двойнике, потому что, когда, например, была встреча с военкорами, ряд других встреч, в том числе с чиновниками, все они проходили карантин. Длительный двухнедельный карантин. И тогда непонятно. Если к одному Путину надо проходить карантин, а другой встречается и обнимается, и селфи делает, ну, как-то контраст очень уж заметен. Для чего нужны эти спектакли? Многие наблюдатели и в России, и аналитики за рубежом считают, что все-таки, вот в отличие от советских руководителей, где была идеологическая легитимация, легитимация революции 1917 года, победа в Отечественной войне, Путину выборы нужны как подтверждение того, что он безальтернативный руководитель. Даже, кстати, в советские времена тоже выборы проводили, правда, без конкуренции. Только за одного кандидата или за одну партию можно было голосовать, но, тем не менее, выборы были, потому что надо было показывать всенародную поддержку. Вот и здесь. Это имитация, конечно, это все прекрасно понимают. Никого, даже более-менее конкурентного кандидата, который может отобрать лишние голоса у Путина, не допускают к выборам. Не допускали Навального, не допускают реальных оппозиционеров. Вот и сейчас идет дискуссия в России о возможности участия в выборах какого-то оппозиционного кандидата, который будет продвигать мирную повестку. Называли разные имена, вот сейчас обсуждают возможность участия Явлинского, и многие критикуют это, потому что это, опять-таки, имитация в интересах Путина. И в чем смысл? Надо продемонстрировать, что вот Путина поддерживает абсолютное большинство россиян, и даже вот эти выборы в России уже почти официально называют референдум в поддержку Путина. А вот, мол, за Явлинского, если он будет, конечно, участвовать в выборах, там проголосует, там, ну, пара сотен тысяч человек. Мол, видите, как мало россиян поддерживают оппозицию и поддерживают мирную пацифистскую повестку. В этом смысл. Опять-таки, это пропагандистский спектакль, который должен показать и величие Путина, его популярность, уровень его поддержки. И не случайно тот же Песков, да и многие другие сейчас говорят о безальтернативности Путина. И тогда даже некоторые сторонники Путина задают вопрос. Хорошо, если Путин такой безальтернативный, а зачем вы тогда выборы проводите? Ну, сразу нареките его императором всероссийским и отмените всякие выборы, потому что они не имеют смысла. Но я думаю, что это нужно и самому Путину как подтверждение того, как его любят. Вот правильно коллега говорил про голого короля, которого все убедили в его величии, в огромнейшей популярности. Это надо подтверждать. А если, не дай бог, вот этот механизм легитимации сломается и нельзя будет подтвердить вот эту популярность, тогда какой смысл в выборах? И вот важно, на мой взгляд, то, что сейчас не начинают проводить какую-то предвыборную кампанию. Это по инерции уже действительно проводится. Хотя еще сам старт избирательной кампании не оглашен. Важно другое. Идут уже не первый месяц разговоры о возможности отмены выборов. Вот это важно. А это значит, что боятся в Кремле, что вот этот механизм, вот этой внешней, показушной легитимации он может сломаться. Они боятся, что избиратели, как тот самый мальчик в сказке Андерсона, могут сказать, а король-то голый, не верим мы этому королю. Или могут сказать, а царь ненастоящий. И это тоже. Вот, видимо, сами разговоры о возможности отмены выборов показывают реальные страхи Кремля. Они боятся, что весь этот спектакль может провалиться. Да, Владимир Вячеславович, вы начали говорить, что он тут и Кадыров предложил, да, вообще? Да, вот, вот, тут уже предложения звучат не просто, да, такие, как размышления, а прямые предложения, рекомендации. Да, ну, правда, там сказал по соусам, что пока продолжается так называемая, как они называют, специальная военная операция. Либо же, как он сказал, с одним кандидатом, да, с одним кандидатом Путиным. Ну, тогда действительно, зачем это проводить, зачем это финансы? То есть, ну, об этом, правда, не расскажут на российских телеканалах никогда, да, что это все-таки финансовая составляющая очень важная и достаточно, ну, как бы, дорогой процесс проведения выборов. Об этом никто говорить не будет. Но вместе с тем, такие, как бы, предложения есть. Я не знаю, насколько они будут реализуемы Кремлем и тем же Путиным. Все-таки, мне кажется, что такие псевдовыборы, они все-таки состоятся, скорее всего, и так далее. Но вот, как вы считаете, а будут какие-то... Возможно, мы как-то, ну, не можем исключать, что будут какие-то особенности, которые еще преподнесет, я имею в виду, для внутреннего потребителя, не касающийся, как раз, вот, Украины. Может, еще как-то будет уже действовать? Я не знаю. Ну, с матерями погибших встречался. Что еще? Да, вот с детьми обнимался. Что еще может такое появиться, что, в принципе, удивит, возможно, не только россиян, а и многих? Ну, по поводу Кадырова, вся эта ремарка такая небольшая. На самом деле, Кадыров же ведь говорит то, что он думает. Я думаю, он искренне не понимает, зачем эти выборы вообще нужны? В том числе и в Чечне, он же и под себя это подстраивает. Мол, мы и так, самое главное, все нас боятся, да, все нас уважают, потому что боятся. Поэтому зачем эти выборы? Он не понимает необходимость выборов в Чечне и, соответственно, и Путину тоже, зачем эти выборы нужны. Поэтому это очень показательный диагноз. Диагноз, как современная Россия скатывается действительно в некое подобие Северной Кореи, которая сейчас становится главным другом России. А вот что будут придумывать? Ну, вот это задача для креативщиков Кремля. Я обращу на другое. Они будут придумывать какие-то фишки, будут искать. Но у них все больше проблем. Например, уже есть жесткое указание не указывать возраст Путина. Потому что, оказывается, у россиян, судя по соцопросам, которые еще формально проводятся, правда, подстраиваются, опять-таки, под кремлевскую реальность. Их тоже редактируют, цензурируют. Да, но, тем не менее, россияне считают, что пенсионный возраст такой реальный, даже не пенсионный, такая старость. Старость начинается, когда уже 70 лет человеку. Путину, по формальному его календарю, уже 71 год. То есть, он уже пожилой человек. Уже начинаются сравнения с Брежневым. конечно, да, Путин выглядит пободрее, хотя, опять-таки, очень много слухов о его тяжелой болезни, отсюда и слухи о двойниках, но запрет на упоминание возраста. Вот это уже тоже диагноз. И у них уже все больше и больше проблем. Другой пример. Им бы хотелось показать, что Путин победитель. Вот такой, знаете, как Сталин генералиссимус, победитель в Отечественной войне. Вот им хочется показать Путина в роли победителя. А не выходит. Побед-то нет. И здесь проблема, здесь прокол. Поэтому приходится придумывать, вот как вот эти спектакли в Дагестане или ночные поездки в штаб военной группировки и так далее. Поэтому будут, конечно, что-то придумывать. Но, знаете, выглядит это смешно. Как вот было у Медведева в время посещения Крыма. Да, денег нет, но вы держитесь. Вот точно так же. Передавайте привет командирам. Вот эта вот фраза и циничная, и банальная, но она показывает, что Путин это на самом деле не волнует. Он отстранен от этой войны. Если наш президент, мы видим, он реально живет этой войной, которая является для нас вопросом жизни и смерти, вопроса защиты нашей страны. Он вместе с нашими воинами, он постоянно с ними встречается. А Путин, передайте привет командирам. Вот в чем принципиальная разница. Живое общение заменяется вот этими приветами. И вот эти приветы будут виртуальные приветы. Я думаю, вот так и будет строиться эта избирательная кампания. Это демонстрация параллельной реальности для Путина. Все равно результаты выборов нарисуют. Владимир Вячеславович, вам огромное спасибо за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Владимир Офисенко, политолог, был на прямой связи с нами, с Леканалом Фридом. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин